13.06 в Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я, Анна Лапшина, говорю всем здравствуйте и приветствую гостя нашей студии. Валерия Торула, президента Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Кировской области, депутата Законодательного собрания Пятого созыва. Валерий Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Так, ну мы, конечно, начнем все-таки с кемеровской темы, и с последствий той трагедии, которая произошла в воскресенье в Сибири. Сегодня, я так понимаю, что продолжаются какие-то сообщения, и от представителей проверяющих надзорных органов, и от представителей властей, в том числе и кировских. Но, в частности, прокуратура уже сообщила, что проверит все торговые центры в Кирове на предмет соблюдения пожарной безопасности, развлекательные, спортивные, детские досуговые организации и другие места массового пребывания кировчан. Как пройдут эти проверки, пока не очень понятно. То есть представители торговых центров, которые были в нашем эфире в дневном развороте, они к этим проверкам готовятся, они понимают, что да, конечно, к ним придут, как будут производиться замеры, будут ли какие-то учения и прочее, пока не очень понятно, даты тоже не озвучены. Ясно, что все это пройдет в ближайшее время. Но вопрос вот какой. У нас любая трагедия подобного уровня и с подобным количеством жертв всегда заканчивается одинаково. Выходит представитель власти сначала на федеральном уровне, потом на местном. Все говорят, мы сейчас все проверим. Мы сейчас все проверим. После «Хромой лошади» в 2009 году все проверяли, после «Булгарии» все проверяли, после «Трансваль парка», который был уже очень давно, все проверяли. Ну и все повторяется. Ну, Аня, я думаю, что первое, с чего мы должны начать, это разобраться, что такое МЧС. И вы перед эфиром сказали, что это министерство по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Я сказал, это ваша ошибка, потому что министерство расшифруется, министерство по чрезвычайным ситуациям. И, как говорят, корабль как назовешь, так он и что сделает? Поплывет. И переименовать вы его предлагаете? Оно и должно, по сути, заниматься тем, о чем вы и сказали, по предупреждению, предупрещению чрезвычайных ситуаций. А сегодня складывается впечатление, что де-факто созданы хорошие регламенты в МЧС, в том числе по пожарной безопасности. Они очень жестокие, жесткие, и выполнить их очень-очень сложно. Они требуют соответствующих затрат. И при этом люди, которые говорят о том, что надо обеспечить пожарную безопасность, они имеют возможность через ангажированные структуры распространять оборудование специальное, монтаж осуществлять. То есть это некий бизнес. То есть вы сейчас говорите о том, что есть некие кредитованные фирмы, которые получили добро, условно говоря, на установку... Конечно. Не только на установку, но и на продажу и на производство определенного оборудования. А теперь мы дальше движемся... Валерий Николаевич, простите, а как по-другому? Ведь фирма, которая поставляет какие-то вот такие вещи, за безопасность отвечающие, она тоже должна быть сертифицирована. А кто будет ее проверять? Да все правильно. Я слышу, что пожарные. Аня, все правильно. Пожарные должны проверять, и все это должно быть. Только здесь одна вещь для нас замечательная. Вчера, по-моему, в Спасе я слушал, когда священнослужители тоже разбирали эту ситуацию. И один из священнослужителей, там какой-то доктор наук или чего-то технических наук, он говорит, ребят, ну вы же должны понимать, что неизбежно промышленная революция нас привела к тому, что мы находимся на грани техногенной катастрофы. И поэтому взорваться у нас все что угодно сможет. Следовательно, ноги должны расти несколько из другой ситуации. Предотвратить то, что неизбежно будет, только вопрос времени. То есть понимать, что это случится? Конечно, то есть оно обязательно случится. Следовательно, возвращаясь к началу нашего разговора, я делаю вывод, что предполагая, что это обязательно случится, разработана система откачки соответствующих денег. Произошло ЧП, как мы не цинично будем говорить сейчас, да, в Кемерово. Но это ЧП позволит на сегодняшний день заработать, ну, реально серьезные деньги определенным структурам, а другим структурам показать, насколько они серьезны и насколько они ответственны перед нашим обществом. И тоже получить соответствующий бонус. То есть какая-то маразматическая ситуация, понимаете, да? Ну, хорошо. Сказайте. Точнее, плохо, конечно, да. Да, кто-то заработает на этой ситуации. Но вот сейчас меня, как посетителя торговых, развлекательных, любых каких угодно центров, волнует другое. После того, как кто-то заработает, а кто-то заплатит, да, кому-то, кто заработает, ситуация с безопасностью-то изменится или нет? Нет. Почему? Нет, потому что действует средневековый принцип, что надо народу. Народу нужно пища и зрелищ. И вот эти торговые центры развлекательные, это есть соединение два в одном, которое обеспечивает кому-то тоже доход. Ну, а в результате того, что в этой системе поставлены не интересы человека, а чисто потребительские основы, а в прошлом году сделан вывод о том, что система, экономическая модель потребительского общества, она изжила себя, то в данном отношении мы говорим, что как было, так у нас остаётся. Мы вывод-то не берём в то, чтобы изменить саму систему, что в основе всего должен стоять человек, в том числе его безопасность. Если бы это было так, то не было бы этих случаев. А сегодня стоит, как с этого человека по пище и зрелищ получить больше бабла, извините выражения? Так, ну, торговые центры никто после печальных событий в Кемерово закрывать не будет. Мы это понимаем. Но есть же какие-то элементарные вещи, которые надо сделать. Открыть, извините, пожалуйста, эвакуационные выходы. Наши коллеги, портал свой Кировский, вчера Валя Рогачёва пробежалась по торговым центрам. Вот, в половине из них закрыты, закрыты эти двери. Где-то закрыты вообще, где-то непонятно как открываются. Это первое. Второе. Каким-то образом поработать над системой пожаротушения. То есть, ну, есть же вот эти автоматические системы, которые включаются и распыляют воду, ещё что-то. Вчера, читая комментарии какие-то к событиям по Кемерово, видела, что они есть, эти системы, и многие торговые центры имени оборудованы, но они отключают их, потому что системы периодически срабатывают внештатно и заливают дорогой товар. Ну, понятно. Пища, зрелище заливают пищу. А человек должен подойти, прежде чем до зрелищ, он должен подойти к этой пище. Поэтому вы всё правильно говорите. Так нет, ну, а как? Это же полумерная. Дорогая моя, Аня. Вот это, вот это, да не надо изоткрывать. А что надо сделать? Мы не говорим. Должна быть изменена в целом система отношений у нас в Российской Федерации в частности. Отношения к кому-кому? Между людьми. И прежде всего, что такое экономика? Экономика – это система отношений, по Марксу, да, в системе производства, распределения, купли-продажи и потребления. Сегодня, когда мы говорим об этих вещах, которые сегодня поднимаются очень остро, мы только четвёртую подсистему отношений, где система потребления, удовлетворения, комфортности обеспечения человека, ну, как животное, да, когда оно не чувствует безопасность. Но на чём это? Это должно основываться на общей системе производства, когда есть чего делить. Это должно основываться на том распределении по справедливости, то, что произведено, в конечном счёте, те блага, которые должны удовлетворить. И в конечном счёте купли-продажи, да, которая должна быть осуществлена тоже по справедливости, а не так, что высасывание денег и маржинальный доход незаслуженный должен кто-то получить. А вся цепочка у нас на сегодняшний день выстроена как спекулятивная схема, в рамках которой джимолы, вот эти вот торгово-развлекательные центры, являются заключительной частью, где надо выкачать деньги. И не более того, о человеке никто не думает и не собирается думать на сегодняшний день. Следовательно, вся эта беда заложена у нас в голове, в той модели, по которой мы выстроили систему отношений в нашем обществе. Надо менять эту систему отношений. Надо, Валерия Николаевич, но быстро мы это не сделаем. А что делать прямо сегодня, завтра, через неделю? А вот смотрите, смотрите, я вам сейчас... Николай Пихтин в социальной сети не писал, что теперь он боится ходить с внуками. Да пусть боится, это его проблемы в конечном счёте. Нет, но это не только он. Вот слушайте, и многих проблем, и вчера многие люди по телевидению, в частности, я видел в комментариях, сказали, мы теперь ходить туда не будем. Но это не решение проблемы. Проблема-то, она несколько, мне кажется, глубже заключается. Не надо бояться ходить в эти вещи. А необходимо обернуться то, что сегодня в Кемерово стоят. Это когда митинг на коленях проводится, да? Люди говорят, вы чего там власть-то думаете? Ну ладно, жертвы здесь понесены. А вы теперь срочно принимайте меры, изменяя систему. И когда вы говорите, что это быстро не делается, делается, когда подобные случаи происходят. Катализация происходит в сознании людей, отрезвление в конечном счёте. Но для этого нужен какой-то решительный шаг. Я не призываю к революции или восстанию, но это может стихийно произойти. Поэтому Донбасс вам пример. Там другие категории отношений и системы отношений. Там всё на крови замешано. И поэтому я недавно оттуда приехал, но я вам точно скажу, что развлечения и торговли не на первом месте находятся. Это точно. Валерий Николаевич, всё-таки давайте исходить из того, что для большинства региональных городов, областных центров, районных центров, торговля, двигатель экономики, мы все это понимаем. Город, в котором мало что работает, обычно живёт торговлей. Это не мои слова, это замеры экспертов. То есть ясно, они не закроются, эти торговые цены. Есть какая-то возможность на местном, региональном уровне проконтролировать федеральные, по сути, структуры. То есть ведь региональные и местные власти заинтересованы в том, чтобы сейчас у нас проверки прошли неформально. Чтобы действительно выявили те нарушения, которые могут быть устранены. Но устранение которых не потребуется такого значительного количества средств, что в итоге торговый центр или развлекательный центр вынуждены будут закрыться. Вы как раз ответили на свой вопрос. Они вынуждены будут закрыться. Они вынуждены будут. А что такое кратковременное закрытие даже для приведения в порядок? Будет скрыто везде. Это потеря времени, а самое главное – потеря оборачиваемости. Следовательно, всё, что у него находится сегодня в активе, превращается в пассив. И вот это время, которое ему установят до 45 суток, скажем, на устранение этих вещей, и они будут приостановлены в своей деятельности, оно приведёт к определённому коллапсу. Коллапсу, связанному с тем, что товарная продукция не будет доводиться в нужном количестве до людей. Соответствующим образом возникнет искусственный дефицит на определённые группы товаров. Это очень серьёзная проблема. А подушки безопасности у наших торговых центров нет? Конечно нет. Почему? А какие подушки безопасности? Приведите. Я пальчики тогда загнул. Ну-ка, назовите мне хотя бы одну подушку безопасности. Ну, я не знаю, мне это кажется, нет, я имею в виду финансовую подушку безопасности, чтобы вот эти расходы... Да они работают с колёс, вы же видите, магнит, посмотрите, посмотрите пятёрочку, они же с колёс работают. Вы что говорите-то? У них скорость оборачиваемости 7 дней собственного капитала. 7 дней, дорогая моя. Валерий Николаевич, мы всё-таки про большие торговые центры говорим. О большие. Там пятёрочка, магнит, но это вот... Подождите, ноги от одного собственника растут. Поэтому вы не думайте, что так всё просто. Потому что системные магазины, которые здесь, это суперсистемы и комплексы. Вы правильно ставите вопрос, что сгустком вот этой вершинкой этого айсберга является как раз торгово-развлекательный центр. Это вершинка. А всё это завязано на единую систему оборота. Закроют джимол, карусель. Вот вам, пожалуйста. А там достаточно большое количество людей оборачивается. Закроют время простора, которое тоже не будет соответствовать. При всём его навороченности и так далее. Его тоже закроют. И что мы будем делать-то, дорогая моя? Метра закроют. Пятёрочки закроют. Валерий Николаевич, мы сейчас вернёмся к этому вопросу. У нас пауза небольшая будет сейчас или не будет? Будет небольшая пауза. На полминутке я снова в студии. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса в нашей студии. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Остановились фактически на том, что же всё-таки можно сделать, чтобы как-то предотвратить возможность повторения ситуации в Кемерово, не только в Кирове, но во всех других городах. Валерий Николаевич, как-то очень глубоко уже ушёл в тему. Про общество потребления заговорил. Про то, что является двигателями региональной экономики. Я-то всё-таки больше, наверное, по верхушке иду. Вот в этом наша, Аня, беда. В этом наша заключается беда. Что вижу, то пою. И вот здесь манипуляционные технологии как раз и используются. А мы должны видеть некую стратегию, в рамках которой роли места подобных центров отводятся соответствующие. Тогда мы можем постоянно контролировать, чтобы они отвечали этому роли и месту, и предназначению. Хорошо. Давайте всё-таки больше об утилитарном немножко ещё поговорим. Смотрите, мы с вами до программы это обсуждали. Большая проблема в том, что во многих очень торговых центрах детские зоны, развлекательные зоны, кинотеатры находятся на верхних этажах. Две причины называют эксперты. Первая – аренда площадей наверху дешевле, чем внизу, а это площади достаточно большие по квадратуре. И второе – это то, что люди, когда поднимаются по этажам и добираются до этого кинотеатра, видят что-то по пути, что могут купить, ещё оставить где-то деньги. И третья есть ещё причина. Что ребёнок, если начнёт из-под контроля выйдет, начнёт спускаться, он немедленно попадёт на очите глаза, до первого этажа не уйдёт и не потеряется. Успеешь его увидеть. Увидеть и найти службы безопасности. Есть уже предложение, оно прозвучало уже вчера, вынести развлекательные детские зоны из этих торговых центров в отдельные пристрои, одноэтажные, с большим количеством окон, оборудованные по последнему слову всеми возможными системами безопасности, чтобы хотя бы детские вот эти смерти предотвратить. Ну, я вот, я вам говорил о том, что, да, действительно, вот этот путь уже был пройден в Соединённых Штатах Америки, уже, извините, я там не один раз был, не как американский шпион, а больше как русский разведчик, да? Если уже на то пошло, посмотреть и что-то взять оттуда. Но первый этап, у них тоже это проходило, вот эти серьёзные, крупные торгово-развлекательные центры. На сегодняшний день они отказались от этой темы, именно, ну, я не знаю, с чем это связано, но они сегодня разделяют всё же развлекательные учреждения, отделяют от торговых учреждений. Единственное, что они себе позволяют, в торговом центре есть зона для ребёнка, но там... Комната, где можно малыша оставить. Да, 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 оставить, там есть специальные люди, которые за этим наблюдают и с детишками сидят. Вот, и причём вот эти центры торговые, они делаются уже не многоэтажными, а одноэтажными, большие зоны. Вот такие зоны делаются, как правило, на окраине крупного города, ну, типа, вот как метра у нас, вот, типа, такого делают. Поэтому, по всей видимости, они в своё время, вот этот шаг уже прошли. И на сегодняшний день, да, есть крупные торговые центры, многоэтажные и так далее и тому подобное, но они отделять пытаются всё же от развлекательных центров. Поэтому я думаю, что путь, который вы сейчас говорите, он вполне реалистичен. В какие сроки? Ну, и займутся ли вообще владельцы торговых центров? Пойдут ли они этой дорогой? Какой смысл, если всё равно количество клиентов уменьшится незначительно? Да нет, не незначительно, а значительно уменьшится. Ага. Вы предполагаете, что эта ситуация, она повлияет? Конечно, очень существенно повлияет, но мы тогда должны говорить о том, что там где-то, по-моему, вы в вопроснике писали, не знаю в каком вопросе, что вот этот средний класс, там, имущие и нижние слои, вот подобная схема, она, возможно, когда преобладающим будет в обществе всё же средний класс по доходности. И соответствующим образом для него будет не проблема решать, купить или не купить, которое большинство у нас на сегодняшний день есть, потому что доходы существенно ограничены. Поэтому, когда мы идём в развлекательный центр, то невольно, вроде бы, мы входим в систему расходов... Что-то ещё по дороге покупают. Да-да, нарушая тот свой план, где я ограничиваю свой карман. Но вот невольно получается таким образом. Этой проблемы в других, скажем, государствах нету. И, следовательно, проблема, хоть вы и сказали, что угломок ОКП, она заключается в совершенно другом. Это в неимоверном расслоении нашего общества между имущими или неимущими. Поэтому, пока не решим вопрос выравнивания системы доходов населения, повышения реальных доходов большинства населения, я думаю, что... Отдельные детские зоны развлекательные строить не будут? Вот, бесперспективно. Абсолютно бесперспективно. И ни один бизнес на это не пойдёт. Но здесь, видите, ещё одна сущность. В том, что для того, чтобы создать благоприятные условия для крупных торгово-развлекательных центров, необходимо, как это ни парадоксально, но я повторюсь, да, ликвидировать основы, торговые основы малого бизнеса и предпринимательства. Вместо того, чтобы развивать их, и тогда возникает возможность и условия в шаговой доступности получить и удовлетворить основные свои потребности обывателю, то в данном отношении тогда сразу возникнет возможность создавать вот такие культурно-развлекательные зоны, где детишки могут быть, находиться и так далее. Отноэтажные? Где разводить торговлю и развлекательную зону, ну, просто необходимо. Это первый шаг, который, ну, крайне необходимо решать. Но здесь тогда должен развиваться малый бизнес. А мы знаем с вами, я вот с 17-го года являюсь президентом Ассоциации защиты прав малого бизнеса. Кроме того, что бомбят этот малый бизнес, рисуют ложные ожидания, а дальше, как только люди туда входят в этот бизнес, потом они за голову берутся и говорят, знал бы, что такое будет ожидать меня, я бы никогда туда не пошел. Но уже деньги вложены, уже оборот идет, и поэтому они вынуждены днем и ночью заниматься непонятно чем. Валерий Анатольевич, да, еще один комментарий вас попрошу озвучить. Яна Чеботарев в нашем дневном развороте сказала о следующем. Многие владельцы торговых центров сейчас сидят в ожидании вот этих вот анонсированных проверок и в опасениях. Вот почему. Есть подозрение, что может быть спущен какой-то план по количеству нарушений, которые необходимо выявить и найти, и всеми правдами и неправдами эти нарушения будут выискивать, виновных штрафовать и прочее, 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 закрывать, штрафовать. Вот вы насколько такое развитие событий видите возможным? Ну, в какой-то степени этого уже коснулись в самом начале разговора, когда я сказал, что наша структура, которая обязана там федеральной, прежде всего, обеспечить систему контроля и соответствия ГОСТам. Нет, что будет спущен план какой-то. Слушайте, слушайте. Мы частично сказали, что они должны будут доказать свою значимость и необходимость в нашем обществе, особенно в таких критических ситуациях. Поэтому я абсолютно... так называемое капиталистическое соревнование, да, кто лучше работает и так далее. Хотя в этом есть и определенный казус, он заключается в том, что чем больше они найдут недостатков, тем скажут им тогда, чем же вы тогда занимались в повседневной жизни. Поэтому... С момента Хрома Лошади 9 лет прошло. Да, 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 да. Поэтому я думаю, что вот этот вот на местах элемент, сверху никто планы не будет освещать, будут определены регламенты. В рамках этих регламентов поставлена задача выполнить те положения, которые должны обеспечить критериальные показатели по регламенту противопожарному. Следовательно, будут все работать в этом ракурсе. А вот дальше уже в зависимости от компетенции и квалификации инспектора, они уже будут на свой взгляд оценивать данные вещи. И скорее всего будут оценивать с точки зрения, чем больше найду, тем лучше. Да, вчера высказывались, конечно, предположения. Вот мне не хочется им, в общем-то, верить, да, но высказывались предположения, что все эти чрезвычайные ситуации, которые происходят в России, это не способ устранить что-то и сделать нашу жизнь более безопасной, а способ для кого-то подзаработать. К сожалению, мы... Вопрос на нашем сайте, Валерий Николаевич, есть, от Масальцева Артура, мы его не озвучили в развороте. Я спрошу вас, по пожару в Кемерово, в нашей организации несколько лет назад главбух, отчитываясь о расходах за год, упомянула средства, потраченные на покупку проездных для инспектора Пожнадзора. Чей-то недоуменный вопрос потонул в ироничных репликах коллег, а вы говорите о надзорных органах. Ну, вот реплика такая. Ну, я думаю, это не противоречит нашему сегодняшнему разговору, когда мы говорим о прямых и косвенных доходах чиновников и каких-то надзорных органах. Я не исключаю, что подобные вещи могут. Единственное, только я могу отметить, что чем ниже уровень проверяющих, тем выше мы можем наблюдать абсурда в этой ситуации. Потому что отсутствие опыта только могло позволить чиновнику или кто там, позже инспектор, чтобы это официально было проведено по отчету через бухгалтерию. Ну, это глупость неимоверная. Но то, что существует неимоверное большое количество вариантов и возможностей получения вот этого презента, условно так скажем, не будем говорить взяткой, а вот такого презента, я думаю, что... Благодарности. Да, благодарности, правильно, вы нашли нужное слово. Благодарности за терпимое и, может быть, внимательное отношение, для того, чтобы в какой-то ситуации можно было защититься. То в данном отношении, я думаю, что это просто еще раз свидетельствует, что коррупцигенный фактор, он на сегодняшний день вложен во всей системе нашей власти, к сожалению. Ну, на грустной такой ноте нам сейчас надо сделать перерыв. Я думаю, что после него вернемся и уже обратимся к другим темам. Мы продолжаем. Валерий Турулов в нашей студии, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат Законодательного собрания Кировской области 5-го созыва. К другим темам обращаемся. Не так много времени остается. Вот за трагедией в Кемерово ушла на второй план история Валакаламски. Мы все следили за ней с прошлой недели. Свалка, массовое отравление школьников. Ну, сейчас разные появляются, опять же, информации. Кто-то говорит о том, что школьники отравились, а детсадники, которые, значит, рядом со свалкой находились, детский сад, который расположен ближе, чем школа, не отравились. И как так? И, возможно, значит, там вот какие-то проськи врагов, извините, пожалуйста, да, на то, чтобы закрыть эту свалку. Но проблема остается проблемой. То есть Валакаламски вот большая проблема после того, как закрыли, насколько я помню, свалку в Балашихе, в Подмосковье, да, после этого, после истории с Валакаламском, жители Коломны уже не пускают мусоровозы к себе. То есть проблема, она для Подмосковья актуальная, потому что Москва производит огромное количество мусора. Кирс пока с ней не столкнулся, но... Как и не столкнулся? Нет, подождите, шансы есть. То есть вот не успеет Осинцы достроить к маю? Или когда-то они обещают запустить первую очередь? Осинцы, это тоже проблемная ситуация. Мы можем там ожидать ту же самую ситуацию, что в Валакаламске. Потому что люди продолжают бастовать, сопротивляться строительству этого объекта. И на сегодняшний день, насколько мне известно, есть исковые заявления от определенных людей, которые требуют приостановить ввод в действие этого объекта, для того, чтобы разобраться в конечном счете. Валерий Николаевич, а что тогда будет с городом? Почему? Вот, давайте, Аня, у этой истории, которую вы сейчас обозначили по Кирову, достаточно большой такой период временный. В свое время Белых тогда инициировал задачу о том, что необходимо построить у нас мусоросжигающий завод и создать там, я уже не помню, то ли 4, то ли 6 пунктов сбора по всей области мусора, который должен у нас распределить... Мусоросортировочные станции, так называемые. Да, 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 мусоросортировочные станции, где часть продукции должно идти как в торсырье, ценнейшие продукты, а органика, которая остается, она должна была вводиться на сжигание. Следовательно, вот таким образом и ликвидировать вообще тему наличия полигонов ТБУ. Вот была тема. Мне кажется, совсем без полигонов все равно не обойтись. Ну, вот мы должны стремиться... Не все же можно на переработку и на... Мы должны стремиться к идеальному варианту с вами совершенно правильно, хотя я подобные вещи наблюдал в Сакраменто, в Калифорнии, где именно таким образом подходят, где нет у них ТБУ вообще, нету свалок. Поэтому идеальный случай. Но если даже состоится создание ТБУ, это, во-первых, будет не тот объем, который может вызвать угрозу для окружающей среды, а, с другой стороны, он предполагает использование вот этих полигонов как неких, опять, заводов по выработке газометана и так далее, сборки этого и предотвращению заражения окружающей среды. Я прямым текстом... Это вы прямо вот далеко в будущее смотришь. Почему? Это так мы смотрели в прошлом. ТБУ за сжигающий завод у нас строить не будут. Это мы в прошлом как раз рассматривали. Было затрачено тогда 20 миллионов денег на проектирование этого вопроса. Потом я присутствовал на заседании решения, когда пермики пришли и сказали, мы готовы входить в этот проект, и в том числе в Солбатской и так далее, и там подобное. И я тогда им задал вопрос, ребята, ну хорошо, вы входите, вроде бы проблему нашу пытаетесь решить по мусору города Кирова. А скажите, пожалуйста, нам-то это сколько будет стоить? Утроенным повышением тарифа на утилизацию мусора. Я говорю, подождите, ребята, ну вы же будете сортировать мусор. Мы вам будем давать бесплатное сырье для того, чтобы вы его продавали. Это вообще бешеный бизнес. За него в Западной Европе бьются. Это самый такой коррумпированный... В России не бьются, Валерий Николаевич, в России действительно повышается цена для конечного производителя мусора. Мне-то от этого не легче. Мне-то от этого не легче. И когда особенно проектная документация существует в тех же осенцах на то, что необходимо сделать, дальше пленкой целлофановой перекрывается закрытие зоны глиняного замка для того, чтобы исключить грунтовые воды попадания в окружающую среду, я думаю, что здесь не все до конца продумано, учитывая, что там... Страны какие-то, которые поставляет немецкая фирма... Мы все это понимаем, мы все это понимаем, Аня, мы все это понимаем. Но это необходимо, прежде всего, что сделать? С людьми согласовать, чтобы потом не было подобного случая, как в Кемерово или в Окаламске. То есть вы предполагаете, что, возможно, какие-то народные недовольства, волнения и прочее, после того, как строительство полигона в Осенцах уйдет на более такую активную и заметную ситуацию, так? Да, 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 я предполагаю. И не исключаю, не исключаю, что может аналогичное, как в Кемерово, не от зажигалки мальчиком зажигать. Ой, не надо, как в Кемерово. Да, поэтому я не исключаю, что там аналогичные могут быть ситуации, потому что бизнес, как говорят, ничего личного, только бизнес, да? Поэтому у кого там что в голове, и кто хочет на этом заработать, я не знаю. Я сейчас поняла, что по полигону в Осенцах у вас не то чтобы вопросов нет, но вы считаете, что все действия должны согласовываться с жителями. Совершенно правильно. Но там есть рабочая работа. Совершенно правильно. То есть ответственность должны на себя взять люди, живущие там. Но они тогда и должны получить компенсацию за это. Но я очень надеюсь, что они... Тогда все будет на месте, тогда все будет урегулировано и урвановешно. И катализатором история в Волоколамске не послужит. Конечно. И тогда люди уже не будут выступать, а скажут, мы согласились, мы сделали, но они будут устанавливать соответствующие контроли. И они будут стремиться то, чтобы они жертвуют чем-то, чтобы это было компенсировано бюджетом Солбатского района, бюджетом региона и так далее. Я считаю, это было бы тогда правильно. А не так, как, скажем, где-то в одном, ну я не буду называть, регионе построили мусороспределительную станцию, собственное оборудование, но на нее не пускают никого. Я дальше начинаю отслеживать, а кто за этим стоит? Кто, режимный объект туда не пускает никого? А потом начинаю отслеживать, а кто за этим стоит? Москва. А в Москве кто? Ростех. И я завис. То есть оказывается, эта тема прорабатывается на федеральном уровне, как самая перспективная тема, где можно войти в эту тему. Я теперь очень боюсь и думаю, елки-палки, мы хотели там разрабатывать новое оборудование по сортировке мусора, не ручную сортировку, а механическую, автоматическую сортировку сделать. Вот. Я сегодня уж думаю, идти ли в эту тему или не идти, потому что слишком уж высокого уровня полета там люди заинтересованы в этой тематике. И бодаться с ними? Не готовы бодаться с руками? Ну вы что, бодаться, это же глупость неимоверная. Вот вам осенцы. Вот она тема. Вроде бы касается нашей бытовой тематики ТБО и полигон и так далее, и тому подобное. А за место, как вы сказали, на будущее такое, что там перспективы тебе нет. Тебя просто сравняют с асфальтом или катают в бетон, да и всё, я мать честная. Вот тема-то какая мы затронули. Вот, казалось бы, обычная проблема, да, а не посоветуйся с людьми, не сделай прозрачно эту тематику, а дальше Волоколамск переродевался. Надеюсь, всё-таки обойдёмся без подобных волнений. Я надеюсь ещё на то, что вот мои рассуждения не будут восприняты, что я призываю опять Майдана. Не призывай к действиям. Никуда я никого не призываю. А то мне суд уже один раз сказал, я выступал против Майдана, а мне сказали, вы призывали к Майдану. И суд принял такое решение, да, я призывал. Я вообще офигел, понимаете? Валерий Трулов в нашей студии не призывает никого ни к Майдану, ни к народным волнениям. Вот, и я подозреваю, что сейчас тема следующая, про которую мы будем говорить, она вот тоже такая, немножко провокативная. Вы видели наверняка, на прошлой неделе газета ведомости написала, что рассматривается вопрос возможного увеличения налоговой нагрузки не только на бизнес, но и на рядовых граждан, повышение НДФЛ до 15%. Причем Аркадий Дворкович, помощник, помощник премьера. Нет, он не помощник, он первый заместитель. Первый заместитель, да. Сказал о том, что не видит в этом ничего страшного. После, правда, Минфин опровергал. Но я, честно говоря, как-то, знаете, газете ведомости доверяю. Вот ведомости обычно редко пишут такие прям вот утки-утки. Они, если что-то пишут, значит, они имеют инсайдерскую информацию, в том числе там, ну, о том, что это возможно. Ну, мы, по-моему, я был на прошлой или позапрошлой неделе, у Володи, по-моему, и мы где-то старались этой темы. 14 марта вы были в нашем эфире. Да, да, да. Мы пытались эту тему поднять, и тогда только состоялось день, по-моему, когда встреча была президента с министром финансов, и где Силуанов-то заявляла о том, что, ну, мы дать и будем, не беспокойтесь, Владимир Владимирович, наполняемость бюджета будет обеспечена, все социальные программы мы выполним и так далее. Но никто не обратил внимания, что 13-15% это только начальная стадия нагрузки на физических лиц и на нашего обывателя. А есть еще одна тема, это введение налога с оборота. Не налога на продажи, а налога с оборота. И это тоже коснется тем, что производители вынуждены будут это положить куда? В цену? На товар. На товар, конечно. А я так думаю и предполагаю, что это будет на уровне упрощенной системы налогообложения 6% с оборота, как было у малого бизнеса. Но малый-то бизнес, он освобожден от всех остальных налогов, у него есть только УСН, и есть упрощенная система налогообложения 6%, и есть НДФЛ, и со всеми социальными платежами и так далее и тому подобное. Я думаю, что это идеальная была бы схема вообще-то налогообложения, которую он приложил, при условии, что все остальные налоги будут отменены. Но не отменят? На НДС не отменят, налог на имущество не отменят, налог на прибыль не отменят. Ребята, как бассейн с двумя трубами, сколько влилось, столько чего. И выльется, поэтому единственный источник, который будет за все платить, это опять наш обыватель. А вы так говорите, будет, будет, будет. То есть вы уверены, что это действительно произойдет? А я слушал выступления министра финансов. А что же тогда Минфин опровергает это все? Я не знаю, я лично слушал на встрече с президентом, где он обозначал эти вещи. Я лично слышал своими ушами, что они там опровергают. Ну, ребята, мы уже знаем с вами не один раз, когда начинает федеральный уровень что-то опровергать, то это 100% произойдет. Что, я первый раз об этом говорю? А сроки, Валерий Николаевич? Вот это сроки, я не знаю, я не Минфин. Понятно. Но вот вопрос мой все-таки, почему эта история, эта тема сразу же выплыла в публичное поле после выборов президента, как вам кажется? Ну, господин Миронов заявляет, что это провокация. Я думаю, что это не провокация. Потому что я уже делал где-то заявление, то ли вчера, то ли еще где-то публичное, кстати, тоже, что ожидаю, что появятся точно такие же указы, как майские указы 2012 года. Появятся точно такие же указы. Но они должны быть финансово подкреплены. И учитывая, что послание президента, оно имеет официальную силу, да, это своего рода план программы действий президента. Особенность этого послания заключается, что оно, по сути, на весь период президентский, это предвыборная программа президента. По принципу, пацан сказал, пацан должен сделать, да, значит, необходимо выполнять. А значит, как вы сказали, должны быть где-то источники финансирования. И получается, вообще-то, нонсерская ситуация, когда, значит, для улучшения меня, у меня же деньги забирают. Да, я хотела об этом сказать. То есть, какой-то кошмар. Надо причитать, что в ваших 2% недоступное здравоохранение, что умеет. Да, 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 да. Нет, это 6% с оборота. Да, да. Бесплатное здравоохранение, это 6% с оборота. Валерий Турула, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса, депутат законодательного собрания Кировской области, 5-го созыва был в нашей студии. С особым мнением мы завершаем, но думаю, что не в последний раз мы встречаемся в этой студии. Спасибо. Думаю, да. Спасибо. Продолжение следует...